Эфир первого Ярославского продолжают новости. Итоги прошедшего года в студии программы «День в событиях» подводит Андрей Децель. Говорим не просто о том, что произошло, но и какие последствия это принесло. Главное, пожалуй, событие для региона – назначение нового главы. В октябре губернатор Дмитрий Миронов указом Владимира Путина был назначен помощником президента. А временно исполняющим обязанности губернатора также по указу главы государства стал Михаил Евраев. А теперь обо всех других событиях. Трудно представить, что из нашей жизни вдруг исчезнут все социальные сети. Люди пользуются ими, чтобы общаться. Делиться новостями радостными не очень. В том числе и через соцсети о проблемах жителей Ярославской области узнавал Михаил Евраев. Инстаграм, Вконтакте, Ватсап через популярные месседжеры, временно исполняющие обязанности губернатора, рассказывает о результатах своих поездок в районы и отвечает на комментарии людей по той или иной проблеме. Тренд на прямой диалог между властью и жителями быстро подхватили и коллеги Михаила Евраева. А такая инициатива главы региона, в принципе, быстро нашла поддержку ярославцам. Кстати, по данным специалистов Центра управления регионом, больше всего обращений от жителей посвящены проблемам, которые можно объединить тремя темами – дороги, транспорт и здравоохранение. И главная тема 2021 года в течение нашей итоговой программы мы будем обсуждать с главой региона Михаилом Евраевым. Михаил Яковлевич, одна из новаций уходящего года 2021 – ваша инициатива – мониторить социальные сети, чтобы о проблемах жителей узнавать не из докладов, а именно от самих жителей через соцсети. Вот много ли обращаются и прежде всего по каким темам? Михаил Яковлевич, это действительно была очень серьезная инициатива, которую я продаю большое значение, потому что прямой диалог с жителями ничто не заменит. Никакие письма, обращения и никакой документ оборота. И сейчас работает, как вы знаете, я получаю информацию из Инстаграма, из Контакта. Очень много смотрю, что мне дает Центр управления регионом, какую информацию, что пишут в соцсетях люди. Для меня это важно. И для меня важен именно прямой диалог с людьми. Пишут в основном про ЖКХ, транспорт, какие социально-культурные бытовые объекты будут построены в том или ином районе. Людей волнуют школы, детские сады. То есть, в общем-то, то, что волнует любого человека. И мы все эти обращения обязательно берем под контроль и смотрим, что мы можем по ним сделать. То есть, любой человек может написать? Любой человек может написать, это не значит, что мы сразу все сделаем. Но мы стараемся сделать максимально, и мы стараемся людям сказать правду. То есть, если мы не можем сейчас, мы стараемся сказать, когда мы это сможем сделать, чтобы все понимали, когда это будет. Вот мне кажется, что такой диалог – это открытый диалог с людьми. Это самое главное, что можно сделать в взаимоотношениях между органами власти и обществом. Общественный транспорт был одной из самых болевых точек для ярославцев. Именно в 2021-м город лихорадила от начатой властями Ярославля транспортные реформы. Она была призвана оптимизировать городские маршруты, однако по факту привела к обратному эффекту. Люди вынуждены были часами ждать своего транспорта на остановках, а в часы пик набиваться в нем, как селедки в бочке. На эти проблемы наш телеканал обращал внимание не единожды в своем эфире. Однако городские власти ничего для улучшения ситуации предпринять были не в силах. Опять же, через соцсети о ней узнал Михаил Евраев и дал мэру Ярославля две недели на то, чтобы повлиять на ситуацию. Однако к лучшему она не поменялась. Тогда за решение проблемы взялись власти областные. Мы крайне внимательно относимся именно к тому, что мы получаем, к той обратной связи, которую нам дают жители. И делаем выводы в первую очередь на основе их позиций, их мнения. Сейчас не будем, коллеги, искать виноватых и ответственных. Нам сейчас задача главная. Это кардинально улучшить ситуацию в транспортной сфере. Я думаю, что мы в течение двух дней, сегодня и завтра край, на все решения выйдем. Все оргвыводы, коллеги, будут сделаны позже, когда мы ситуацию нормализуем. Глава региона решил привлечь к работе в Ярославле новых перевозчиков. И новые автобусы на линии вышли уже на следующей за заявлением недели. Дороги. Еще одна головная боль региона. В этом году не все строители добросовестно справлялись со своей задачей. К примеру, к подрядчику, который ремонтировал участок дороги Тутаев-Шопша, самый протяженный в списке на 2021 год, были вопросы как по качеству исполнения, так и по срокам. Часть работ были вынуждены перенести на 2022 год. Подрядчик получил штраф в размере 3,8 миллиона рублей. Завершить все проекты не позднее 20 ноября. И более того, заключить все контракты на объекты нацпроекта на будущий год, такую задачу поставил перед ответственными за дорожную сферу региона Михаил Евраев. Насколько справились с этой задачей в проекте первого Ярославского, в тему ответил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко. Хочу сказать, что работы именно с асфальтом на всех объектах по национальному проекту, они уже завершены до 20-го числа. Что касается реализации именно национального проекта и дорожной деятельности в 2021 году, мы провели большой объем работы в этом году. Отремонтировано больше 300 километров дорог. Хочу остановиться на таких значимых объектах. Это автомобильная дорога Переславль-Залезский город Владимир соединяет два древних города Золотого кольца России. Эту дорогу мы привели в нормативное состояние до границы с Владимирской областью. Дорога социально значимая, по ней маршруты рейсов, школьных автобусов проходят. Также колоссальный, я считаю, объем работ был проведен на дороге на горе Берендеева. Практически полностью эту дорогу мы привели в нормативное состояние. Также продолжили в этом году поэтапно приводить в нормативное состояние дороги, такие как Данилов-Пашихонь, Углич-Никауз-Брейтово, дорога Ярослава-Любим, Никауз-Родионово-Поселок-Октябрь, Тутаев-Шопша, Сергеев-Посадка, Олязин-Рыбовец-Череповец. Также мы провели реконструкцию мостового перехода через реку Печгда. Практически на этом месте был сооружен новый мост, который отвечает самым современным требованиям. На ремонт 300 километров дорог, а это 67 участков муниципальных дорог и трасс регионального значения, в этом году потратили больше 6 миллиардов рублей. В планах на 2022 отремонтировать в области больше 200 километров дорог. В списке 76 объектов, 33 из них это дороги областного значения. Кстати, кроме большого количества запланированных дорожных работ, беспрецедентные средства будут направлены и на ремонты дворов по всей области. Глава региона анонсировал, что будут создаваться даже площадки для выгула собак, чтобы питомцев не нужно было везти за несколько километров. При этом многое будет сделано и для того, чтобы самим жителям этих дворов было там приятно прогуливаться. Первостепенное внимание уделят именно спальным районам. У Ярославской области большие планы по ремонту дорог, но не менее масштабные планы в следующем году и по ремонту дворов. Вы вот договорились с Минстроем о выделении более миллиарда рублей из федерального бюджета, плюс будет региональное софинансирование, то есть такие существенные вливания произойдут. Какие дворы прежде всего будут ремонтироваться, кто будет решать и что будет в этих дворах делаться? Действительно у нас начинается серьезная большая программа благоустройства дворовых территорий по всей территории Ярославской области. Это важно не по конкретному городу, а по всей территории. И мы придаем этому большое значение. Мы договорились с коллегами на федеральном уровне о том, что нам будет выделено дополнительно миллиард 200 миллионов. 600 миллионов мы добавим из областного бюджета. Итого общий бюджет проекта составит миллиард 800 миллионов. Мы на эти деньги планируем отремонтировать дополнительно 250-300 дворов, привести в порядок. Это дополнительно тем 100, которые мы планировали привести в порядок до этого. Это большой объем. Мы хотим, чтобы это был, конечно, не только Ярославль, чтобы это был и Рыбинск, и наши все другие и города, и районные центры. Понятно, что мы не отремонтируем все дворы Ярославской области, но мы точно будем к этому стремиться. И это первый серьезный шаг в этом направлении. Решать по тому, какие детские площадки будут в том или инвентаре, какие будут спортивные площадки, будут люди. Мы хотим, чтобы это было именно так, потому что это делается для людей, и поэтому люди должны решать. Мы предложим те или иные формы голосования, и инициатива будет заключаться в том, что им надо будет просто проголосовать, что они хотят видеть в своем дворе. И мы, конечно, пригласим всех по желанию принять то или иное трудовое участие, будут решать сами люди, хотят они в этом участвовать или нет. Но я бы сам с удовольствием выехал в ряд дворов и принял участие, например, в посадке деревьев, когда это будет весна. Для меня это будет большое удовольствие, и я думаю, что многие люди к этому присоединятся. Список работ, которые будут выполнены, они еще до конца не определены, то есть люди сами будут решать. Смотрите, понятно, что будет делаться. Будет делаться благоустройство дворов, это кусты, это деревья, заасфальтировать там, где-то необходимы дорожки. Мы хотим, чтобы появились спортивные площадки и детские площадки. Мы хотим, чтобы это были не отдельные какие-то дворы, а чтобы это были связанные территории, чтобы можно было вечером пойти погулять. Не по двору пойти погулять, а пойти погулять вдоль домов, чтобы были аллеи красивые с деревьями, чтобы не надо было обязательно ехать в центр, если вы решили вечером погулять. То есть вот, собственно говоря, наша задача сделать такие благоустроенные территории, и речь идет не про центр города, мы о центре заботимся, но и речь первая идет, речь идет про спальные районы. Там, где люди живут, там, где им важно, чтобы та среда, в которой они живут, была благоустроенная. Слово «вакцинация» признано самым популярным в русскоязычных соцмедиа в уходящем году. И действительно, тема коронавируса и борьбы с ним опять была главной для сферы здравоохранения. Массовая вакцинация, несмотря на разные отношения к ней, набирала обороты в регионе. На сегодняшний день вакцинировано около 550 тысяч человек. Открыто 58 пунктов вакцинации, 10 мобильных. Вместе с тем и самая серьезная волна заболевания с начала пандемии тоже пришлась на 2021. Количество заболевших этой осенью достаточно быстро побило прошлые рекорды. Ярославские больницы были переполнены ковид-больными. Региональному здравоохранению остро требовался кислород. И одно из первых распоряжений главы региона Михаила Евраева было помочь азотно-кислородному заводу, который поставляет кислород в больнице и сам испытывает финансовые трудности. Надо сказать, что взаимопомощь стала лозунгом в общей проблеме. На фоне перегруженности системы здравоохранения снова возобновилось волонтерское движение. Помочь врачам вызвались студенты, депутаты и обычные люди. Параллельно в области решаются стратегические задачи отрасли. По нацпроекту привлекаются молодые кадры. Обновляется парк машин скорой помощи в этом году почти на 30 единиц. В 2021-м достроили самый крупный за последние годы объект здравоохранения – хирургический корпус онкологической больницы. Голоса строительной полифонии не покинули этих стен. Кажется, скрежет шарканье и завывание повсюду. Как и люди в спецовках. Но перед глазами уже картина в деталях. Основной фронт работ в новом хирургическом корпусе выполнен. Мы завершаем отделочные работы на объекте. Не укладываем, конечно, финишное покрытие, потому что в следующем году предстоит очень большой объем монтажа медицинского технологического оборудования. Потолки в палатах встречают огромным количеством электрических проводов. Их оставили под монтаж оборудования, как и открытые розетки, чтобы не делать двойную работу. Компьютерный томограф уже поступил, его начнут собирать со дня на день. Новый корпус будет одним из самых оснащенных в стране. С нетерпением ждем ангиограф. Потому что, к сожалению, в настоящее время мы ограничены в плане рентгеновоскулярных вмешательств. Таких пациентов много. Они требуют специализированной помощи, которую, к сожалению, пока мы не можем им оказывать. И вынуждены направлять тех пациентов в федеральные клиники. С помощью этого аппарата ярославские онкологи смогут наблюдать за процессами в сосудах и проводить сложнейшие хирургические вмешательства. В новом корпусе 12 операционных отделений лучевой и эндоскопической диагностики, анестезиологии, реанимации, приемный покой, стационар, экспресс-лаборатория. У центрального входа огромный камень. Изначально в плане благоустройства его закладка не значилась. Однако на эти самые планы повлиял случай. Камень нашли, когда рыли котлован под здание. В этом увидели некий смысл. Вес почти 10 тонн. Внутри капсула с посланием потомкам. В закладке принимало участие лично тогдашний министр здравоохранения Вероника Скворцова. Вероника Скворцова посетила объект на самом начальном этапе строительства. Работы начались в 2019-м. Проект хирургического корпуса был специально разработан для Ярославля. Управление инженерными системами сделали полностью автоматизированным. За работой оборудование медики смогут следить со смартфонов. Это один из самых крупных объектов здравоохранения. Корпус рассчитан на 266 мест. Более трех миллиардов стоит только строймонтаж. И вот на будущий год нам остается сумма порядка полутора миллиардов. Это 1500 позиций. Нам придется провести порядка 500 аукционов для приобретения всех необходимых единиц оборудования. Мы не ждем. Мы сейчас уже огромное количество аукционов запустили. Вот мы начали с тяжелого оборудования. Новый корпус позволит разгрузить существующий. Усилит работу специалистов по радио и химиотерапии. Сергей Голочин, Антон Комаров. День в событиях. Кстати, 2021-й стал первым годом пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения. На ее реализацию регион получит 5 миллиардов рублей. В этом году на средства программы капитальный ремонт провели на 17 объектах системы здравоохранения. На 11 в Ярославле, на 6 в Рыбинске. Возвели 8 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и одну амбулаторию на сумму 64,4 миллиона рублей. Закуплено более 500 единиц медицинского оборудования. Более 100 больниц и поликлиник отремонтируют в регионе в следующем году. А еще в 2021-м, спустя 30 лет, заработала такая отрасль здравоохранения, как санавиация. У вас было одно из поручений создать карту потребностей больниц. Появятся ли новые подходы в решении проблем лечебных учреждений? Я могу сказать, откуда эта идея взялась. Идея взялась очень просто, потому что, когда, допустим, мне докладывают, вы знаете, мы купили 5 томографов, например, или 3 рентгена. Я всегда думаю, ну вот это достаточно, недостаточно, может быть, нам всего нужно 6 томографов. А может быть, нам нужно 206, а мы купили 5. Тогда это плохо. То есть, понимаете, нужно понимать общую картину, очень четко, карту потребностей, что необходимо больнице области. Тогда мы будем понимать, то, что мы сейчас получаем, это соответствует тому, что нам надо, или это не соответствует. Нам нужно кардинально больше. Поэтому мы сейчас создаем такую карту потребностей по больницам. Будет понимание полное, что нужно по каждой больнице. И я думаю, что, исходя из этого, мы выстроим нашу работу. Вот сейчас еще реализуется такая масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она пятилетняя, с большими вливаниями денег. Какой главный результат вы от нее видите? Я хочу, чтобы мы кардинально изменили ситуацию в лучшую сторону. Действительно многое сделано было в регионе. И спасибо огромное Дмитрию Юрьевичу за те результаты, которые были достигнуты. И инвесторы пришли, и крупные проекты реализовываются. Но есть точно те направления, по которым необходимы улучшения. Мы с ним обсуждали эти направления. И в том числе к этим направлениям точно относятся здравоохранение. Мы хотим, чтобы у нас не было и пустых вакансий, незаполненных, в отдаленных районах. Это большая серьезная проблема. Мы не хотим, чтобы у нас были очереди в поликлиниках. Мы хотим, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь, в том числе, чтобы к ним быстро приезжала скорая помощь. Для этого предстоит многое сделать. И в первую очередь организовать работу должным образом. Многие вещи упираются не в деньги. Многие вещи упираются в людей, в их отношения к тому, что они делают. И в то, как выстроены процессы. Начинаем заниматься этим направлением так, чтобы люди почувствовали изменения к лучшему. Это будет не сразу. Но я уверен, что это получится. Богат был год и на строительство социальных объектов. Всего их в регионе возвели 9 штук. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Рыбинске сдали с опережением срока. Раньше на 4 месяца. И это стало отличным подарком к 950-летию Бурлатской столицы. Зимой здесь будут функционировать ледовая площадка, а летом она перепрофилируется в футбольное поле с искусственным газоном. Еще один современный фок в этом году появился в Красных Ткачах. Родители 80 малышей, которые в течение последних двух лет родились в Кузнечихе, были счастливы, что также на месяц раньше ввели в строй новые ясли на 90 мест. Еще одни ясли осенью сдали в Рыбинске. Ну а в Ярославле впервые за 20 лет, благодаря поддержке Минстроя и средствам по нацпроекту «Жилье и городская среда», открыли новую школу на 950 человек во Фрунзенском районе. Совсем недавно сдали еще три соцобъекта. Два больших детских сада-близнеца на улице Дядьковской в Ярославле и новый детский сад в Рыбинске. После прохождения процедур лицензирования в начале 2022 года все три объекта откроют свои двери для полуторагодовалых малышей и дошколят. Не забывали в этом году и про проблемы обманутых дольщиков. Глобальная работа по этому направлению в регионе ведется с 2016 года. С этого времени помогли почти 6 тысячам человек, вложившихся в строительство 76 объектов. В 2021-м 427 жителей Ярославской области восстановили в правах на их же жилье. Последний по плану долгострой ввели в эксплуатацию в конце декабря. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эму факту помогла свершиться встреча Михаила Евраева и Сергея Густава, гендиректора «Газпром Межрегионгаз». Выполнение старых договоренностей, а главное – перспективы новых проектов. Именно они станут гарантом того, что в Ярославской области увеличится количество потребителей газа, как среди населения, так и промышленных объектов. В этом году по программе снабжения голубым топливом в области провели 66 километров газопровода в нескольких районах области. Деревня Коленова стала одним из пунктов на пути нового 40-километрового газопровода от села Петровского в Ростовском районе. К голубому топливу подключились не только многоквартирные дома, но и частные домовладения. В общем и целом больше двух тысяч человек. Пироги. Каждый выходной буду печь. Этим летом по программе газификации голубое топливо стало доступно жителям нескольких населенных пунктов Ярославского района. Газ есть, вода горячая есть. Теперь еще и отопление будет. Не надо нам город. Также в этом году продолжилась газификация Большесельского района. Завершено строительство межпоселкового газопровода к детскому оздоровительному лагерю имени Горького. Программа газификации рассчитана до 2025 года. За это время инвестор планирует построить более тысячи километров межпоселковых газопроводов и сделать абонентами газа жителей порядка 200 населенных пунктов. Мы, конечно, бы хотели, чтобы у нас газ пришел на самые отдаленные деревни, самые отдаленные территории области, чтобы все получили возможность получать это топливо. И именно так мы выстраиваем наши отношения с компанией Межрегионгаз. И большое спасибо коллегам за понимание, за то, что мы по самым сложным вопросам, у нас большая повестка, порядка 10 вопросов, которые мы обсуждали, по самым сложным вопросам нашли общий язык. Природный газ поступит и в последний негазифицированный район Ярославской области Брейтовский. Также на встрече обсуждались вопросы выполнения в регионе подключений в рамках догазификации. На сегодня в Ярославской области для 700 домовладений оформлены необходимые документы. Бесплатно подведен газ до границ более чем 280 домовладений. Андрей Децель, День в Событиях. Между тем, в этом году Ярославская область стала четвертой в ЦФО по уровню кассового исполнения национальных проектов. Хотя еще недавно регион занимал 15 место. Особенно хорошо дела обстоят с реализацией нацпроектов «Демография», «Производительность труда» и «Малое и среднее предпринимательство». Промышленность традиционно остается флагманом ярославской экономики. И на то, что она в регионе окончательно вышла на допандемийные показатели, указывают несколько факторов. В первую очередь это индекс промышленного производства. Он за 9 месяцев года показал 109,1%. И это существенно выше общероссийского показателя, а также выше показателя 2020 года. Тогда он чуть-чуть не дотянул до 100%. Кроме того, за 9 месяцев 2021 промышленность заплатила в бюджет на 22% налогов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что принесло в региональную казну дополнительные 5 миллиардов рублей. Третий показатель эффективной работы промышленного сектора – стабильное вливание инвестиций. В инвестиционном портфеле области сейчас около 30 крупных проектов на сумму 140 миллиардов рублей. За их счет, в этом году промышленники региона модернизировали свои производства. Еще это около 9 тысяч новых рабочих мест. В этом году на Питерском экономическом форуме было заключено 32 инвестиционных соглашения в разных отраслях экономики на сумму порядка 30 миллиардов рублей. Несмотря на пандемию, экспорт товаров местных предприятий вырос на 20%. До 105 стран расширилась и география поставок. Количество экспортеров субъектов малого предпринимательства выросло в 4 раза. За рубежом у ярославских предприятий активно покупают медицинскую и пожарную технику, суда гражданского и военного назначения, упаковочные материалы и товары для творчества. 2021 год был пандемийный. Большое количество болеющих, ограничительные меры. Несмотря на все это, что касается промышленности, экспорт ярославских предприятий вырос. И география поставок, количество стран, куда наши предприятия поставляют продукцию, тоже выросло. Перспективы промышленности вы обсуждали и на заседании экспортного совета, и на встрече с зампредом правительства. А какие они, эти перспективы, ярославской промышленности? Я думаю, что перспективы ярославской промышленности очень хорошие. Потому что это очень дефисифицированная промышленность. Мы не зависим от какого-то конкретного производства. И это очень здорово. Это дает нам стабильность в развитии. У нас действительно состоялся очень теплый, хороший, конструктивный, деловой разговор с промышленниками. И именно таким образом мы хотим с ними выстраивать наши дальнейшие отношения. Экспорт – одна из ключевых направлений работы. Он вырос на 20% сейчас. Это очень серьезный результат. Экспорт по охвату – это более 105 стран мира. Это серьезное количество. И у нас есть предприятия, которыми мы можем гордиться. Просто гордиться. Начиная от Сатурна, конечно, безусловно. Это даже не столько про экспорт, сколько про наше внутреннее производство. Это одна из корпораций Ростех, на которой работают порядка 15 тысяч человек, на которой огромное конструкторское бюро. И это научный серьезный потенциал. Конечно, и автодизель, и там даже такие небольшие, там кабельный завод тоже. Там работают всего 300 человек в Угличе. Но когда приезжаешь и видишь культуру производства, то это, конечно, внушает оптимизм. Как раньше было на заводах и в каких условиях работали люди. И то, что я вижу сейчас. Это, конечно, огромная разница. И хочется, чтобы наши предприятия развивались, были современными, чтобы люди получали достойную заработную плату. Я всегда, когда спрашиваю, приезжаю, я спрашиваю на любой завод несколько вопросов. Один из них, один из первых. Какая у вас средняя заработная плата на предприятии? Второй вопрос. Какая у вас средняя заработная плата за исключением руководителей? Именно у рабочих. Вот это те вопросы, которые меня интересуют в первую очередь. Мы понимаем, что это непростая работа быть руководителем предприятия и развивать промышленность. Но мы с ними находимся в диалоге. Все, что необходимо от нас по поддержке промышленности Ярославской области, мы точно все сделаем. И по многим направлениям, кстати, я думаю, что мы с вами выйдем с инициативой по тем или иным инвестициям. Увеличился в Ярославской области и экспорт пищевой продукции. За два года почти в два раза. 11 экспортеров постоянно работают с ближним и дальним зарубежьем. Прорабатываются возможности экспорта западными партнерами, у которых есть потребность, например, в продукции птицеводства. А медовые напитки, которые производят по старинным рецептам большесельские пчеловоды, заинтересовали Китай. Несколько лет назад продукция местных производителей на прилавках магазинов занимала всего 10%. Сейчас средний показатель составляет 28%. По некоторым позициям, таким как яйцо и молочная продукция, доходит до 40%. 53 вида местной продукции от 17 производителей удостоены знака «Ярославское качество», который присваивается производителям, строго соблюдающим ГОСТ и соответствующим требованиям стандартов качества и безопасности. А летом в Тутаеве начала работу фабрика мороженого. Большинство работников предприятия – местные кадры. При выходе на полную мощность с выпуском 7 тысяч тонн продукции в месяц фабрика станет крупнейшей в России. Самые важные достижения Ярославского агропромышленного комплекса были представлены на крупнейшем сельскохозяйственном форуме страны «Золотая осень-2021». Основа – геопортал области плюс слои, сформированные по запросу. И вот так называемый инвестиционный паспорт региона готов помогать тем, кто хочет развиваться в нашем крае. То есть это реализуемые инвестиционные проекты, это потенциально сформированные инвестплощадки и инвестпредложения уже с просчетами, что конкретно, чем мы можем предложить нашему инвестору заняться на этой земле. Понятные условия ведения бизнеса, отсутствие бюрократических проволочек и помощь областного правительства – вот слагаемые благоприятного инвестиционного климата, который притягивает в регион бизнесменов. На площадке форума одно из первых соглашений правительства области о сотрудничестве подписано с компанией по выращиванию зерновых. Инвестор готов вложить в этот бизнес более 6 миллиардов рублей и засеять больше 40,5 тысяч гектаров земли. Ежегодно она должна приносить 124 тысячи тонн зерна. Оно, во-первых, будет востребовано на ярославских птицефабриках, а еще пойдет на экспорт. От первой презентации до вхождения в проект прошло меньше двух месяцев. То есть для России это очень маленький срок. И за это время вот сейчас уже есть первые посевы, поля, которые посеяны в большом селе. Еще несколько подписанных на форуме соглашений касаются реконструкции ленинского рынка в Ярославле и строительства крупного логистического центра для приема и распределения продукции ярославских сельхозпроизводителей. Все это новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления в бюджеты региона. Кроме того, форум – отличное место обсудить реализацию уже начатых проектов. Мы реализуем проект на 3600 дойного стада. То есть идет сейчас строительство. Надеемся, что до конца года строительство у нас закончится. То есть в начале года мы планируем запуск уже. Мало того, что это 3600 дойного. Уже сама по себе огромная ферма, но это еще ферма под одной крышей. То есть это будет самая большая ферма в России, где животные находятся под одной крышей. В первый день на стенде региона говорили в том числе об экспорте ярославской продукции. Мясные, молочные продукты, чай, кофе, кондитерские изделия и алкогольные напитки из нашего региона теперь поставляют в Польшу, Абхазию, США, Литву и страны СНГ. Благодаря в том числе работе правительства Ярославской области по сравнению с 2019 годом экспорт продукции АПК вырос в два раза. Региону действительно есть чем гордиться. В этот раз участие в выставке принимают 28 агропромышленных брендов Ярославской области. Участники «Золотой осени» не просто могут попробовать продукты от местных фермеров, но и с помощью 3D-очков у мотоцикла «Урал» побывать в местах, где их производят. Одна из изюминок нашего стенда – интерактивная экскурсия по агротуристическим объектам. Андрей Децель, День в событиях. Развитие сферы образования в регионе во многом определял одноименный национальный проект. К примеру, в его рамках, помимо двух стационарных, в этом году в регионе появилась сеть мобильных кванториумов. Они помогают решить задачу доступности программ доп. образования для детей региона, независимо от места их проживания. В этом году мобильный кванториум побывал во всех районах области. Передвижной комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием, на котором можно заниматься в самых разных направлениях. Ребята создают свои приложения, дополнительные реальности, 3D-моделирование и программирование, пилотирование квадрокоптеров, робототехника и многое другое. Опыт, приобретенный в ходе таких выездных сессий, пригодится ребятам и при дальнейшем обучении, и при выборе профессий. Кроме этого, в этом году в регионе полностью решили вопрос замены старого автопарка школьных автобусов. Под конец года их в области появилось сразу 53. Не без доли иронии, но чистая правда. Сергей Шокель давно за рулем. Работал и на легковой, и на грузовой машине. Теперь большие расстояния наматывает на школьном автобусе. Было и 180, 190 бывает. Потому что еще первоклассники учились, по два раза по одному месту ездили. И ответственность большая. Этот рейс не первый за сегодня. В салоне два с лишним десятка подростков. Ребята едут домой из школы в поселке Туношно под Гярославлем. Тепло и комфортно. Можно поболтать с приятелями. Пока едем в школу, повторяем уроки, сидим, разговариваем, обсуждаем, как пройдет день. Едем со школы, обсуждаем, как прошел день, какие оценки мы получили и что мы собираемся делать, когда приедем домой. В новой машине есть все для безопасной перевозки детей. Сиденья со специальными ремнями, умная электроника, она следит за скоростью. Не только датчики подадут сигнал, если двери автобуса открыты. В этом случае машина с места не двинется. Новый автобус пришелся к стати. В Туношонской школе почти 500 детей. Больше половины из них приезжает на учебу из соседних поселков и деревень. Школьников разводят на трех автобусах. Машину курсируют между 17 населенными пунктами. Новая техника есть новая. То есть легче будет и водителю, и, понятно, детям. Водители делают утром не менее трех рейсов каждый. Также и в обед, когда учебный процесс заканчивается, и к вечеру. Вот поэтому для того, чтобы разгрузить. И не только водителей разгрузить, но и ребятам. Потому что первые ребята у нас приезжают к 7 утра. Деньги на масштабное обновление автопарка выделены из федерального бюджета. Глава региона Михаил Евраев дал поручение, как можно скорее поставить автобусы на учет и направить в районные школы. За счет средств федерального бюджета, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, в наш регион было поставлено 53 школьных автобуса. Почему для нас это очень важно и почему это знаменательно? Потому что это позволяет нам во многом существенно обновить наш парк школьных автобусов, открыть новые маршруты, сделать так, чтобы ребята находились в дороге меньшее время. Всего в регионе в этом году учеников разводят 242 автобуса. Ежедневно машины доставляют в школу и обратно более 8 тысяч детей. Дергий Колчин, Денис Ромашов. День в событиях. А еще 6 школьников из Ярославской области выиграли по миллиону. В финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регион в финале представляли 12 школьников. 10 из них из Ярославля, двое из Рыбинска. Год в культуре был ознаменован сразу двумя значимыми для области юбилеями. Еще летом мы отметили 800-летие со дня рождения Александра Невского. Мероприятия, посвященные празднованию, начались задолго до. Еще в апреле Первый Ярославский телеканал стал участником телемоста Санкт-Петербурга. В прямом эфире с видными учеными и краеведами страны мы говорили о личности князя и его вкладе в развитие истории государства. В честь 800-летия князя ковчег с частицей его мощей привезли в Переславль-Залезский их из храма Христа Спасителя. Собственно, на родине Александра Невского в День России состоялась кульминация праздничных торжеств. Еще один юбилей в этом году был связан со знаменитым на весь мир нашим земляком, поэтом Николаем Алексеевичем Некрасовым. И тут наш телеканал, конечно же, не мог остаться в стороне. Участниками проекта Первого Ярославского Некрасов, Классик и Ильи Современник стали и школьники, и студенты, и чиновники, и спортсмены, ну и, конечно, мы сами. Поздравляю с победой и вручаю серебряную монету, посвященную 200-летию нашего великого земляка. От кульминации к началу, когда шесть команд, среди которых школьники, студенты, представители культуры, телевизионщики и спортсмены еще только узнали, во что они ввязались. В последнем, казалось, будет тяжелее всех. Плечи оставляем на месте, вдох. И пять выдохов. Губы собираем в пятачок, вытягиваем. Расправляем в улыбку. Исследовать произведения, выбранные с помощью жребия, и подготовить к прочтению участникам марафона помогали эксперты. Историки, литературоведы, преподаватели актерского мастерства. Но концепцию конкурсанты выбирали сами. Работал принцип «Я художник, я так вижу». Зачем меня на части рвете? Клеймите именем, раба. И от костей твоих и плоти остервенелая толпа. Произведения, созданные спортсменами, несколько раз за вечер называли творческим прорывом. Нечасто люди, отвечающие за спорт, пробуют себя в искусстве. А уж тем более, искусстве чтения не красок. Тот язык, который он передал нам в качестве эталона, тукажущуюся простоту, а главное умение любить народ, любить страну и в печали, и в горести, и, извините, иногда в убожестве, но и в фантастической красоте души. Для того, чтобы передать красоту души русского человека, студенты ЯРГУ выбрали действительно студенную зимнюю пору. Но мальчик был мальчик. Живой, настоящий. И дровний, и хворост, и пегонький конь, и снег до окошек деревни лежащий, и зимнего солнца холодный огонь. За шесть роликов, выложенных в социальных сетях Первого Ярославского, в течение недели голосовали зрители, и интерес к теме оказался невероятным. 55 тысяч просмотров того, что мы с вами сделали вместе. Коллеги так часто Некрасова не читали давно. Это действительно наша общая победа. Победу зрители большинством голосов отдали команде Департамента культуры. Участие в голосовании на странице Первого Ярославского во Вконтакте приняли более 17,5 тысяч человек. Больше, чем население целого ряда районов Ярославской области. Это событие показало, что в новых медиа, в социальных сетях позитивный контент, контент, связанный с культурными событиями нашей жизни и с нашим творчеством, может занимать достойное место. От победителей команда школьников отставала с минимальной разницей, но отклик голосовавших на творчество самых младших участников не мог оставить равнодушными экспертов. Естественно, мы не могли, посовещавшись с перевесом буквально в один голос, не отметить тех, перед кем стоит очень важная задача. Именно им предстоит нести будущим поколениям наше великое культурное наследие. Великое прошлое и достойное будущее. Две стороны одной монеты. Именно этот подарок-символ стал главной наградой для победителей, выпущенная Центробанком в ограниченном тираже серебряная монета с изображением Некрасова, теперь будет укражать полку призеров Департамента культуры региона. Андрей Децель, День в событиях. В этом же году стало известно, что театр юного зрителя и известный во всем городе театр кукол отремонтируют. На эти цели будет выделено в 800 миллионов рублей по национальному проекту «Культура». Капитальный ремонт здания, которому более 40 лет, продлится два года. Спортивные итоги уходящего 2021-го подведет мой коллега Дмитрий Жданюк. Начался 2021-й с события, которое ярославский спорт точно не забудет. В Подолино прошел первый в истории этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика. Готовиться к этапу начали за несколько лет. Еще до пандемии в 2020-м успели провести этап Кубка Европы. Спустя год и без зрителей на обновленном трамплине, который привели к мировым стандартам, уже провели старты планетарного масштаба. Их выиграл ярославец Максим Буров, Павел Кротов стал вторым, у девушек третий стала Любовь Никитина. Выиграли россияне и командные соревнования, которые прошли и на следующий день. К слову, сборная почти полностью состоит из ярославцев и в новом сезоне. В конце февраля 2022-го будет второй в истории этап Кубка мира в Подолино, сразу после Олимпиады в Пекине. Весна 2021-го навсегда вошла в историю ярославского футбола, и она отмечена черным. Шинник впервые в российской истории вылетел из второго по силе дивизиона ФНЛ. Черно-синие заняли последнее 22-е место. Шансов на спасение ярославцы лишились за 6 туров до финиша. 11-го апреля после поражения Аталании 0-1. В чемпионате Шинник выиграл лишь 5 матчей 42-х и пропустил больше всех 90 мячей. Сменил посреди сезона легендарного Александра Побегалова на Юрия Газаева, ушел в отставку гендиректор Дмитрий Горин. Сейчас же у Шинника все хорошо. Команду возглавил Вадим Евсеев. В первой части чемпионата ФНЛ-2, так с этого сезона называется ПФЛ, ярославцам не было равных в своей подгруппе. Весной Шинник будет главным фаворитом на возвращение в подэлитный дивизион и с новым титульным спонсором. Им стала одна из букмекерских контор. Такого партнера у Шинника не было 2007-го года. А лучшей хоккейной командой 2021-го года стал Лука Юниор. Ярославцы в конце апреля выиграли чемпионат НМХЛ. Стали обладателями Кубка регионов. В финальной серии в четырех матчах команда Константина Касаткина обыграла Динамо Юниор из Санкт-Петербурга. Выиграть было непросто. Средний возраст ярославцев на несколько лет был ниже, чем у петербуржцев. Этим и цена победа. Последняя в истории для Лука Юниора. Команда сменила название. Теперь это Лука-76. И выступают ярославцы под руководством Константина Касаткина в чемпионате НМХЛ. Но на востоке. На западе играет трехкратный обладатель Кубка Харламова Лука. Вот такой уникальный случай с двумя молодежными командами. Лето 2021-го стало Олимпийским. Наконец-то прошли игры в Токио. Их из-за коронавируса перенесли на год вперед. И первую серебряную медаль для России принесла Ярославна Анастасия Галашина. В аэропорту через несколько дней после успеха ее встречали родные, поклонники и толпа журналистов. Также серебро в эстафете 4 по 200 метров завоевал Гаврилов-Ямский пловец Иван Гирев. Еще один представитель Ярославля на Олимпиаде в Токио, пловец Кирилл Абросимов, стал 19-м в заплыве на 10 километров. Это плавание на открытой воде. Он шел к этому всю карьеру и цель каждый день видел на экране своего телефона. Один из лучших пляжных футболистов планеты, ярославец Борис Никаноров, стал чемпионом мира. Турнир прошел в Москве. В финале россияне обыграли Японию 5-2. А осенью Никаноров стал победителем межконтинентального кубка и также в составе сборной России. Вот такой успешный и насыщенный год у Бориса получился. Теперь снова о хоккее. 7 сентября 2021-го. Ровно 10 лет трагедии с Ярославским локомотивом. Тогда в авиакатастрофе под Туношной погибли 44 человека. Игроки, тренеры, персонал команды, а также экипаж. Локомотив с тех пор 7 сентября ни разу не играл. Но в этом году клуб принял другое решение. В арене 2000, в день десятилетия трагедии, локомотив сыграл с минским «Динамо». Именно в столицу Белоруссии направлялся рейс из Туношной осенью 11-го. Локомотив часть игры точно думал не о хоккее. Отсюда и поражение 3-4. Железнодорожников перед стартом сезона многие специалисты сходу записали в главные фавориты чемпионата. И костяк сохранили. Состав укрепили лучшими снайперами Кубка Гагарина 2021. Максимом Шелуновым и Ридом Буше вернули из Калгари Александра Елесина. Однако на старте локомотив забуксовал. Волевая победа 3-2 с рижским «Динамо». Дальше три поражения подряд, среди которых то самое от минского «Динамо» 7 сентября. Так ярославцы оказались в аутсайдерах. Андрею Скобелке провала не простили. Заменил его по иронии судьбы Игорь Никитин, тренер выбивший локомотив вместе с ЦСКА как раз весной. Дела у железнодорожников стали чуть лучше. Вернулся домой Артем Анисимов, ушел Андрей Петерсон. Перед дедлайном локомотив подписал двух брендонов, защитника Гормли и нападающего Козуна. Последний вернулся в Ярославль спустя 2,5 года. Помогут ли они локомотиву, узнаем уже в новом году. Ярославская область за последний год регулярно попадает в число самых популярных направлений для путешествий на разных видах транспорта. Большой туристический потенциал имеет и объединение 11 субъектов страны в общий проект «Большое золотое кольцо». Стоит отметить, что в 2021-м Данилов и Мышкин вновь стали одними из победителей конкурса Минстроя на благоустройство общественных территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». Ярославль стал частью Серебряного маршрута, а Ярославская Зазерия и Мышкин пополнили список самых красивых деревень и городков России. Солнце этим зимним утром в Мышкин заглянуло не случайно. Почти 250 лет назад в селу, известному еще со времен Рюриковичей, статус города жаловала императрица Екатерина II. В наши дни Мышкин стал одним из самых красивых городков страны. Во-первых, вы становитесь не просто самым красивым городком России, но и самым красивым городком мира. Мы входим в федерацию самых красивых деревень и городков мира. Это очень известный бренд, изначально французский бренд. Сейчас подобные наши ассоциации существуют во Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Китае, Канаде, Японии и многих других странах. Теперь жестяной знак на Яковлевской площади – это еще и знак качества, который при правильном использовании дает хорошие шансы для развития, а еще гордость за свою малую родину. У нас много туристов, всем нравится у нас воздух, у нас два сосновых бора с обеих сторон Мышкина. Ходим на прогулку, хорошо нравится очень. За что вы свою Мышкин любите? Ну вот за церковь, за красоту. В ассоциации самых красивых деревень и городков России уже почти полсотни участников. Список пополняется благодаря специальным экспедициям, как межрегиональным, так и внутри области. Как это под названием «Ярославе свое за городом», в которую съемочная группа первого Ярославского отправилась вместе с членами ассоциации. Четыре дня 1183 километра в пути, большая часть которого пролегает по Ярославской области. Вместе с экспедицией нам предстоит посетить несколько населенных пунктов. Особое внимание двум из них – Зазирию и Мышкину. Последний уже получил статус одного из самых красивых городков России и мира – Зазирца 46-е в списке. Зазирия встретила метелью. В такую погоду разве что с колокольни можно разглядеть окрестности, которыми в свое время владели князья Волконские да Адаевские, а после и род знаменитого писателя-сатирика Салтыкова-Щедрина. Называя Зазирия за болотием в своих пашихонских записках, Михаил Салтыков-Щедрин удивлялся этому месту и этим людям. Удивлялся тому раздолью, которая здесь была в этом селе, среди болот, и вдруг приезжали, а здесь жизнь кипит, как в хорошем городе. Вот сейчас вот взять современную историю восстановления храмов, мы ищем спонсоров, кто побогаче, а здесь нет. Здесь строили своими руками, на свои деньги заработанные, хотя село крестьянское. Зазирье вошло в ассоциацию по нескольким критериям. Здесь и крупный памятник, и богатая история, но звезду село получило скорее за то, что в Зазирье есть люди, которые хотят и могут развивать свою малую родину. Одной из них стала Алена Петухова. В этом году у нас уже есть музей купеческой предприимчивости, отель «Дом со щуками», который будет еще, но сейчас уже активная работа ведется. Плюс мы с некоммерческой организацией участвуем в каких-то грантах. В этом году мы президентский грант получили на проект письма, которые были найдены на почте села Зазирье. Пред иконою, пред лампадою, низко в пояс тебе поклонюсь, пред владычицей отрадую, со слезою опять помолюсь. Богородицу и враги сожгли родную хату Мария Егоровна Царенкова. Ребенок, лишенный детства из-за войны, поет особенно проникновенно. В Ярославской области баба Маня гостит в приходском доме села Прозорова. Экспедиция здесь не случайна. Президент ассоциации, заезжая по наводке жителей региона в разные самобытные места, приехал и в Брейтовский район в поисках интересных объектов, историй и людей. Один из них – отец Анатолий Денисов. Кроме того, что он настоятель местного храма, он также содержит местный музей старинных предметов или русского быта. Многие давно забытые вещи здесь дарят ощущение, как после просмотра хорошего старинного фильма. Ярый сторонник села, отец Анатолий искренне удивляется стремлению людей уехать из деревни. Люди, почему вы так дешево смотрите на русскую деревню? Это же полнота красоты, это полная радость жизни. Это человек, ну вот мне Бог дал дотацию, и не только мне, а всем, две руки. Вот за это не платят, вот за это не платят. Но если я дров поколю, сено покажу, у меня аппетит придет. А если аппетит придет, значит я поем. А если поем хорошо и поработаю, значит мне сон хороший будет. Возможно, что во время следующей экспедиции Прозорова также включат в ассоциацию самых красивых. Путешествие задумывалось для того, чтобы привлечь в сельские территории как можно больше людей. А также, как отмечают организаторы Россельхозбанк, чтобы сделать жизнь людей в селе проще и комфортнее. В том числе об этом говорили на первом региональном форуме сельского туризма в Вятском. Штаб-квартире Ассоциации самых красивых деревень и городков России. Сейчас в Вятском заканчивается первая экспедиция, которая была посвящена развитию агротуризма. Ну, в первую очередь на территории Ярославской области. Мы сегодня собрали большинство владельцев агротуристических компаний в Ярославской губернии для того, чтобы еще раз рассказать им о тех предложениях, которые у нас есть. Все, кто имеет дело с фермерством, понимают, что просто переработки молока или мяса уже недостаточно для стабильного роста отрасли. Нужно давать возможность сельхозпроизводителям выходить на так называемый рынок впечатлений. Здесь должен помочь закон о сельском туризме, который заработает в стране с нового года. Это облегчит жизнь предпринимателям, которые, имея свои площадки, раньше не могли размещать и кормить гостей на своих фермах, так как земли сельхозназначения для этого не были предназначены. Теперь будет можно. Тем более, что отдых за городом сегодня в тренде. Идея была в том, чтобы как раз описав понятие сельскохозяйственного туризма, обозначить необходимые изменения в законодательстве регулирующем и в федеральном, и в региональном тоже. Конечно, мы дождемся выхода утверждения этого закона. Мы принимали тоже активное участие, как регион. Люди на местах тоже заинтересованы в развитии агротуризма. Об этом говорит большое количество предпринимательской инициативы. Жители сел и деревень устали от устоявшегося термина «умирающее село» и готовы показывать свой культурный, гастрономический, а главное, человеческий потенциал. А это значит, что у экспертов Ассоциации самых красивых деревень и городков России впереди новые километры и новые яркие магниты на туристической карте страны. Андрей Децель и Георгий Иванов. День в событиях. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...